Социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и регулярная обработка всех поверхностей. Безопасность превыше всего. Только на этот участок ежедневно приходят проголосовать сотни барнаульцев. Вот и Александр Панов решил исполнить свой гражданский долг. Пенсионер понимает, что находится в зоне риска, но за свое здоровье спокоен. Мужчина соблюдает все правила. Мой возраст, как говорится, не позволяет пренебречь голосованию. Наш возраст все голосуют. Всегда приходим, отдаем свой голос. Сегодня, как и тысячу барнаульцев, отдать свой голос по внесению поправок в Конституцию приехал депутат Алтайского краевого законодательного собрания Денис Голобородько. Перед тем, как попасть на участок, проходит медицинский контроль. К слову, подобные процедуры обязательны для всех. Выбрал избирательный участок, который находится близко к рабочему месту и в обеденное время пришел проголосовать. Это, пожалуй, самое главное, что у избирателя есть сегодня такая возможность. Конечно же, сейчас идет голосование до дня голосования, так называемое досрочное голосование в простонародье. И это позволяет нам соблюсти все эпидемиологические требования. Кстати, у жителей Барнаула, как и всего Алтайского края, есть возможность оставить свой голос не только на стационарных участках и мобильных пунктах. Пенсионеры и маломобильные жители голосуют, что называется, не выходя из дома. Явка на сегодняшний день у нас уже около 28%. Мы голосуем и перед домовой территорией, мы голосуем с людям с выездом на дом и голосуем в участковой избирательной комиссии. Всего в Барнауле с 8 утра до 8 вечера уже пятый день работает 255 участков, 1300 мобильных точек. Здесь же можно проголосовать за присвоение Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести». Добавим, что общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию назначен на среду, 1 июля. Мария Микшута, Николай Шелко. День с толком. Мария Микшута, Николай Шелко.